Добрый день! Мы продолжаем цикл передач по подготовке к Единому государственному экзамену по обществу о знаниях. Сегодня мы рассмотрим задание номер 27. Как и прошлый раз мы рассматривали из четырех блоков задание критерии оценивания данного задания, теоретические положения, которые я должен в голове держать и какие примеры мне необходимо привести. Во-первых, задание номер 27 это задание задача. Соответственно получается в данном задании необходимо решить жизненную какую-либо ситуацию исходя из теоретических положений которые я знаю по этой отрасли. Общество знания это интегративный курс, содержащий в себе множество различных научных предметов, поэтому задание может быть из любой сферы. Матвей и Ирина решили заключить брачный договор. Матвей настаивал на включении в договор пункта запрещающего, сразу замечаем слово запрещающего, жене поступать на работу без разрешения мужа. Вот у нас жизненная ситуация. Теперь они обращаются к нотариусу, но нотариус отказался удостоверять брачный договор именно из данного пункта. Пункт это запрещающий пункт жене поступать на работу без разрешения мужа. И ситуация у нас такова. Необходимо ответить на вопрос да или нет, правомерно ли действие нотариуса. Ответ необходимо пояснить, почему вы так считаете, обратиться к теоретическим знаниям и назвать любые два аспекта отношений между супругами, которые могут быть определены в брачном договоре. Как мы видим, довольно много условий необходимо учесть. Надо вспомнить, что такое брачный договор, вспомнить, что такое семейное право, какие права и обязанности есть у мужа и жены. Потом объяснить, какие пункты не могут быть включены, в данном случае он уже представлен, да, и какие пункты могут быть включены. Так, давайте посмотрим на критерии. В ответе должны быть указаны следующие элементы. Необходимо дать точный ответ. Либо да, либо нет. Действия нотариуса правомерны или нет. Можно так и написать. Действия нотариуса правомерны, действия нотариуса неправомерны. Или написать да или нет. Потом пояснение может быть таким образом. Это положение брачного договора ограничивает конституционные права гражданина Российской Федерации. То есть речь идет об ограничении правоспособности. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов. Два аспекта, которые могут быть включены в брачный договор. Я напоминаю, это вам, ребята, необходимо самим написать. Свои права и обязанности по взаимному содержанию можно включить. Способы участия в доходах друг друга. Порядок несения каждым из них семейных расходов. Кто за что платит. Определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. Учесть в брачном договоре. Любые иные положения, касающиеся имущественных отношений. Кроме этого, могут быть даны другие примеры в иных формулировках. Так, теперь посмотрим теорию. Что такое брак? Брак это признанный государством, свободный и добровольный союз мужчины и женщины, основанный на совместном проживании, ведении общего хозяйства и воспитании детей. Основные принципы семейного права в Российской Федерации. Признается только брак зарегистрированных государством в органах записи актов гражданского состояния, добровольное заключение расторжения брака, равенство прав и обязанностей супругов, особая защита несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. Так, теперь давайте посмотрим на что такое брачный договор как таковой. Это соглашение лиц вступающих в брак или супругов, определяющие их имущественные права и обязанности в браке или при расторжении брака. То есть тут два элемента учтены. Можно брачный договор заключить до того, как брак будет зарегистрирован, то есть обговорить и потом заключить брачный договор, а можно уже по прошествию даже многих лет заключить брачный договор. Какие права и обязанности есть у супругов? Они делятся на имущественные и личные. Имущественные связаны с приобретением, использованием вещей, денежных средств. Ну, тут довольно все просто, понятно, по-моему. Так, и личные права делятся уже на права и соблюдение обязанностей. Какие права есть у супругов? Право выбора фамилии при заключении и расторжении брака, то есть можно оставить фамилию мужа или жены уже после расторжения брака. Место жительства, рода занятий, равенство супругов при решении вопросов жизни, семьи и воспитания детей. Какие обязанности необходимо соблюдать? Обязанность строить отношения в семье на основе взаимоуважения, взаимопомощи, содействовать благополучию семье, заботиться о супруге и детях. Давайте еще раз вспомним, какое задание у нас. Задание у нас в виде задачи, при этом задача привязана к какой-либо отрасли, к разделу общественного знания. Это могут быть задания из любой сферы. Как мы знаем, у нас есть разделы человек и общество, экономика и право, политика и государство. Теорию мы рассмотрели, что такое семья и брак. И теперь давайте рассмотрим примеры. Первый пример. Действия нотариуса правомерны. То есть на первый блок ответ есть. Пока не говорим правильно или неправильно, но ответ есть. Так как согласно законодательству каждый из супругов имеет право на свободный выбор деятельности по своему усмотрению. Деятельности имеете ввиду работы, где в задании было написано, что жена не имеет права без разрешения мужа заниматься каким-либо родом деятельности. В брачном договоре стороны также могут оговорить вопрос о личном и общем семейном имуществе. Первый пример пошел. Личное общее имущество супругов, а также отразить решение. Еще раз напоминаю насчет почерка. Очень важно, чтобы почерк был понятный, чтобы эксперт смог прочитать мою работу. Оставить свою фамилию, видимо, да? Фамилию или взять фамилию мужа. Да, совершенно правильно. Вот так написано. Так, давайте посмотрим на ответ. Данный правильный ответ на вопрос. Да, правомерный действия нотариуса. Приведены два других элемента ответа. Пояснение. Один аспект позиции о выборе фамилии, какую можно выбрать, относится к личным неимущественным правам супругов. За данный ответ учащийся получает 2 балла. Второй пример. Действия нотариуса правомерные, так как брачный договор может регулировать только имущественные отношения. Обращаем внимание на данный словооборот. Например, положение о разделе имущества после развода и положение о взаимном содержании супругов. Давайте посмотрим на правильный ответ. Правильно дан ответ, приведено пояснение, названы два аспекта. Это максимальные 3 балла. Давайте вернемся к первому примеру. На второй пример был как-то покороче по содержанию написано же, но при этом там 3 балла, а то, что вот тут вроде как бы написано больше, но 2 балла. Давайте рассмотрим, почему так произошло. Действия нотариуса правомерны. Я на этот вопрос ответил же. Потом. Так как согласно законодательству, каждый из супругов имеет право на свободный выбор деятельности и так далее. То есть есть ответ, есть его пояснение. Потом плюс 2 нужно, чтобы мне получить 3 балла. В брачном договоре стороны также могут оговорить вопрос о личном и общем, семейном имуществе супругов, а также отразить решение, оставить свою фамилию или взять другую. Соответственно, получается, эксперты зачислить только вот эту половинку, где написано про право менять свою фамилию или не менять. А то, что вот выше написано в брачном договоре стороны также могут оговорить вопрос о личном и общем, семейном имуществе, не был взять за основу. Соответственно, получается, есть ответ, есть пояснение. Первый пример обнулен и второй пример правильный. Соответственно, получается 2 балла, а не 3. Так, еще раз напоминаю, да, задание довольно сложное. Почему? Потому что примеры могут быть любые. При этом теоретические положения мне надо вспомнить довольно большие, чтобы уложиться именно в критерии, как было написано вот на просмотренных нами примерах. Вроде написано одинаково много или мало, да, но оценки совершенно разные. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok